добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить о дисциплинировании перед тем как начать процесс коррекции перед тем как начать процесс наказания необходимо поставить себя на уровень на один уровень с детьми почему это необходимо если мы с вами смотрим на мир глазами взрослого то скорее всего мы где-то над головами детей пролетаем то есть мы не видим их интереса если мы увидим всю ситуацию с низкого старта то это очень сильно поможет даже в буквальном смысле этого слова всякий раз перед тем как вы будете наказывать своего ребенка встаньте на колени чтобы ваши глаза были вровень с его глазами и начните разговаривать обязательно если перед тем как взять ремень в руки вы не поговорите с ребенком не попытаетесь ему объяснить почему и за что и каким образом он будет наказан вам не стоит вообще браться за ремень в процессе пока вы будете объяснять ребенку за что он будет наказан скорее всего вы поймете либо что наказывать просто не за что либо что ваше наказание которое вы хотели применить неадекватно тому проступку который совершил ваш ребенок поэтому попытайтесь посмотреть на все его глаза очень часто дети делают многие вещи исходя из простых очень вещей например первое они хотят привлечь ваше внимание второе они сделали это нечаянно потому что просто играют третий третье они думали что это можно и мы чуть дальше будем на эту тему говорить о наличии правил вот если вы видите что ребенок вот совершил что-то нехорошее исходя из этих трех причин то наказывать просто нельзя потому что вам необходимо наладить сначала эти вещи а потом уже приступать дисциплинированию если это будет необходимо и так перед тем как вы начнете дисциплинировать ребенка в обязательном порядке поговорите с ним о том зачем почему и для чего вы это делаете посмотрите на все его глаза там и и и и и Субтитры подогнал «Симон»!